МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Социальные гарантии на заседании Координационного совета по правопорядку обсудили ситуацию, сложившуюся в сфере предоставления жилья нуждающимся категориям граждан. Опасное хобби рыбакам на водоемах напомнили о мерах безопасности на льду. Чувашская красавица Анна Белеева из Канарского района стала победительницей всероссийского конкурса. Долг за потребленный газ в Урнарском районе составил почти 19 миллионов рублей. О причинах и путях решения в нашем сюжете. Основной долг числится за теплоснабжающие организации «Теплокомфорт», с которой у муниципалитета заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения. К нынешнему руководству компаний долговые обязательства перешли, что называется, по наследству от прежних собственников. Наибольшая сумма задолженности за газ образовалась в 2014-2015 годах. После этого организация объявила себя банкротом. Самая главная задача, на самом деле, не посадить кого-то в места не столь отдаленные, а обеспечить быстрое выполнение работ по модернизации систем теплоснабжения, ну и их функционировать, их бесперебойное функционирование. Поэтому приняли решение с коллегами из правоохранительных органов еще раз очень быстро и детально проанализировать суть дела. Ну и, конечно же, принять действенные меры по активизации следственных мероприятий с тем, чтобы виновные понесли наказание. Нынешней работой компании «Теплокомфорт» жители довольны. Прекрасно, никогда не было отключения. Мы платим вовремя и все хорошо у нас. Мы не слышали? Нет, не слышали. Мы регулярно платим, но не слышали. Компания «Теплокомфорт» на сегодняшний день пока неплохо справляется с поставленными задачами, несмотря на все эти трудности, и с тем долгом, который перешел от предыдущего владельца. На сегодняшний день я очень рад, что у нас дело сдвинулось с мертвой точки. И вопрос, надеюсь, будет решен. Но долги ресурсоснабжающим организациям нужно возвращать. На данный момент составлен график погашения просроченной задолженности за природный газ на 2020-2023 годы. Так, на сегодня уже закрыта сумма 8 миллионов рублей. Глава Чуваши провел в администрации Вурнарского района выездное совещание. Его участники обсудили возможность заключения нового концессионного соглашения. Особое внимание в нем будет уделено инвестиционной программе, для того, чтобы хватило средств на модернизацию газового хозяйства. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Снижение уровня бедности – одна из целей национальных проектов социальной направленности. В Чувашии этот показатель к 2030 году должен составить 9% вместо нынешних 18,4%. Один из действенных методов достижения такого результата – заключение социальных контрактов. По данным Минтруда Чувашии, их подписано почти 5 тысяч на общую сумму 351 миллион рублей. Уже год Республика участвует в пилотном проекте. Социальные контракты заключены с гражданами, имеющими доходы ниже прожиточного минимума. В проекте на выбор 12 целевых направлений. Среди них – обычный поиск работы, получение дополнительного профессионального образования, открытие собственного дела и другие. Наработанную в ходе эксперимента практику отметили в Минтруде России в Совете Федерации. С 2021 года все регионы России приступают к реализации этого механизма социального контракта. Соответствующий проект правил финансирования мероприятий уже внесен на рассмотрение правительства Российской Федерации. И эти правила учитывают в том числе и наши наработки и предложения, в которых, безусловно, также обратили внимание на синхронизацию мероприятий органов исполнительной власти нашей республики. А также предоставление выплат только по факту трудоустройства и поддержка личных подсобных хозяйств, как самозанятых и ряд других. В планах Минтруда Чувашии к 2030 году увеличить долю социальных контрактов граждан с 13% до 34%. Социальный контракт на самом деле является одним из действительных инструментов обеспечения, с одной стороны, адресной поддержки конкретным людям, с другой стороны, возможности пролонгации форм поддержки через их реализацию как форм поддержки малого и среднего бизнеса. То есть через социальный контракт мы человеку даем не просто доходы, а удочку для получения доходов, а дальше уже помогаем ему очень хорошо управляться удочкой через различные инструменты поддержки. Мы формировываем класс людей, самодостаточных, способных генерировать услуги и продукты, а за счет этого уже получать доходы на себя и членов семьи. С 2021 года механизм получит федеральное софинансирование во всех субъектах федерации. На эти цели будет выделено более 26 миллиардов рублей. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка посвятили важной проблеме предоставлению жилья особым категориям граждан. Сегодня в нем нуждаются более 68 тысяч семей. Это и многодетные, и молодые семьи, дети в силу различных обстоятельств, оставшиеся без заботы родителей, и те, кто проживает в аварийных домах, а это плюс еще 9,5 тысяч человек. Социальные гарантии по предоставлению жилья таким категориям граждан в этом году в Республике не выполнены. Чтобы обеспечить жильем всех особо нуждающихся, требуется более 18 миллиардов рублей. В этом году выделено 927 миллионов. Крышу над головой получили 886 семей. В общей сложности Минстрой Чуваши приобрел для детей-сирот 6 квартир из запланированных 85. Глава Республики жестко высказался по этому поводу. Хорош только тот план, который приносит реальные результаты. Очевидно, что правопорядок в широком понимании складывается из многих-многих-многих факторов. И здесь важно нам с вами работать очень сосредоточенно, слаженно. Ну и, конечно же, реагировать просто моментально на те проявления нарушений закона, которые могут нанести общественный, тем более, если речь идет о значимом общественном уроне. Сдвиг сроков реализации госпрограммы только усложняет ситуацию. Цены на рынке недвижимости растут быстро, и выделенных средств на приобретение квартир у государства не хватает. Если ранее в программе закладывали цену 1 квадратного метра около 36 тысяч, то реальная составляет 42-44 тысячи рублей. Застройщики не хотят продавать в убыток себе. Отметим, что сейчас в республике норматив изменен и будет определяться с учетом актуальной цены на рынке жилья. Уже сейчас в столице республики прошло несколько аукционов, и есть поставщики на 48 квартир. До середины января со стороны Минстроя и администрации Чебоксарного-Чебоксарска совместно будет сделано конкретное предложение первое на пять, второе на десять лет. Исходя из темпов строительства, из потребностей и из возможностей строительного рынка, мы перейдем на потребности и готовы дополнительно отрабатывать эти вопросы по выделению финансовых средств. Из 160 миллионов рублей, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей, столица освоила только 67 миллионов. На участие в аукционах, на строительство и приобретение такого жилья не было подано ни одной заявки. Постоянно 1 декабря 119 судебных решений они исполнены, жилые помещения предоставлены, 259 судебных решений у нас на стадии исполнения. Как уже отметили, наибольшее количество исполненных судебных решений у нас на сегодняшний день по городу Чебоксар, это 191. Мы перед собой и органами местного управления ставим задачу в следующем году нарастить темпы по обеспечению жильем детей-сирот, выстраиваем диалоги с застройщиками, которые готовы участвовать в реализации данной программы. Когда дело касается самых незащищенных категорий, медлить нельзя. Если сирота не получил жилье до 23 лет по вине государства, то оно все же обязано предоставить ему квартиру безвозмездно. Разрабатывается еще несколько механизмов реализации жилья, в том числе с использованием экскроу-счетов и договоров социального найма. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Творческий потенциал, готовность быстро внедрять новации, оперативно реагировать на изменения показала в этом году сфера образования. О достижениях, проблемах и перспективах рассказала на пресс-конференции министр образования и молодежной политики Алла Салаева. ГОД выявил одну важную закономерность. Когда проблему решают вместе, педагогическое сообщество родителей и дети нужного результата добиться проще. Поиск эффективных онлайн-платформ, разработка новых методик образования, организация отдыха в условиях самоизоляции – вот лишь часть задач, которые приходилось решать в срочном порядке. При том, что стратегические цели никто не отменял, подчеркнула Алла Салаева. В этом году в республике заработали две школы – в селе Байгулова Козловского района на 165 мест и в столичном микрорайоне Новый город на 1600 мест. Началось строительство школ на 108 мест в деревне Кошмаши Маргаушского района и на 1650 мест в микрорайоне Садовый. Готов пятилетний план по модернизации учебных заведений. Его профильное ведомство разработало вместе с главами муниципалитетов. Туда возьмут школы на первом этапе с 50-процентным износом, у которых есть комплексная проектно-смертная документация. Контроль за этим будет ввести службу единого заказчика за реализацией, чтобы мы не наступали на грабли школу в Урнарах. Не обошли и тему горячего питания. Разнообразие и качество легло в основу меню утвержденного Роспотребнадзором. Этой осенью состоялись выездные семинары для районных школ, на которых обсудили практики столичных школ. Важная тема – профориентация школьников. Выбор большой, но особая потребность прослеживается в профессиональных кадрах для электротехнического кластера и IT-компаний. По этому поводу прошло несколько совещаний. Выяснилось, что только на предприятия электротехники нужны сотни высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы сейчас будем со следующего года в 10 школах открывать инженерные классы, причем седьмого класса, потому что в 10-м, 11-м делать профориентацию, ребята уже познавали. Также к этому подключаются институты на базе наших предприятий, подготовки к преподавателю. Плюс продолжится работа и по повышению мотивации педагогов, которые работают с детьми в инженерных классах. Их оплата труда в перспективе увеличится. Большая работа ведется по продвижению в Республике международных стандартов WorldSkills. Наши школьники и студенты не раз занимали на всероссийских и мировых чемпионатах призовые места. Это способствует популяризации рабочих профессий среди молодежи. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Александр Отсеков, Республика. Правила оформления собственности, использования банковских карт и подарочных сертификатов на пороге Нового года россиян ждут некоторые изменения в законодательстве. Подробнее об этом в нашей рубрике «Правовые новости». 19 декабря вступил в силу закон, который продлевает упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, известный в народе как «дачная амнистия». Теперь оформлять документы на участке по такой схеме можно до 1 марта 2026 года. Допускается осуществление кадастрового учета, а также государственной регистрации прав на дом, на участке на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН заявитель не зарегистрировал свои права на этот участок. Технический план в таком случае составляется на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем. Правообладатель дачного или садового земельного участка в границах населенного пункта может направить в орган местного самоуправления, который выдает разрешение на строительство, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого дома, если работы начались до 4 августа 2018 года. Разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию получать не нужно. До 1 июля 2021 года продлевается использование карт с истекшим сроком действия. Кредитные организации должны уведомить о возможности использования платежных карт после истечения срока их действия и об отсутствии необходимости получения новой карты в офисах кредитной организации до 1 июля 2021 года. При этом граждане по желанию могут отказаться от продления срока действия, имеющихся у них платежных карт, срок действия которых истек. Дарить на праздники подарочные сертификаты сейчас очень популярно. Но не все потребители знают о своих правах. Если даже указанный срок на сертификате закончился, покупатель может вернуть за него деньги. Роспотребнадзором приводятся данные о масштабах указанных нарушений. К административной ответственности за отказ предоставлять услуги, оплаченные подарочным сертификатом в связи с окончанием срока его действия, привлекались крупнейшие торговые сети. Роспотребнадзор сообщает, что в таких случаях суды встают на сторону потребителя и признают его право на возврат денежных средств заранее приобретенный подарочный сертификат. Поскольку приобретение подарочной карты подтверждает внесение аванса в счет будущей покупки. А в силу закона аванс не может быть удержан продавцом. Состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В нем принял участие и глава Чувашии. Текущую ситуацию обсудили в формате видеоконференц-связи. Борьба на невидимом фронте продолжается. Цифры и факты тому подтверждение. За период реализации стратегии правоохранительными органами Российской Федерации выявлено порядка 2,3 миллиона наркопреступлений. 72,5% из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Возросла эффективность противодействия групповой организованной наркопреступности. Так расследовано свыше 166 тысяч преступных деяний, совершенных в формах соучастия. Из незаконного оборота изъято 437 тонн запрещенных веществ. В Чувашии идет системная работа по предупреждению незаконного оборота наркотиков в профилактике противоправных действий. За 10 лет, согласно официальным данным, показатель общей заболеваемости наркомании снизился на 41,4%. Необходимо больше работать с молодежью, считает глава республики. Именно в этой среде больше рисков. Вероятно, пришла пора переориентировать работу комиссии по делам несовершеннолетних. Неблагополучные семьи должны быть под особым контролем. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. О новогодних и рождественских праздниках говорили на очередном заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как провести их без угрозы для жизни и ущерба имуществу в нашем материале? Начали с цифр. В 2020 году произошло более полутора тысяч пожаров. Погибли 74 человека. Новогодние каникулы риски только увеличивают. Проблем добавили вынужденные ограничительные меры. В первую очередь, это касается заполняемости залов сверхустановленного норматива. Во-вторых, это несанкционировано продажа перстанических изделий на открытом воздухе. Также острой проблемой в настоящее время для нас является проведение новогодних мероприятий на объектах, где имеется многочисленное нарушение требований пожарной безопасности. Безусловно, новогодние и рождественские мероприятия по образовательных организациях республики пройдут под особым контролем. Определены первоочередные задачи. Первое. Организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Второе. Провести предупредительные профилактические работы с обучающимися, направленные на обеспечение безопасности в зимнее время. Третье. Осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий, прилегающих к ним территорий. В культурно-досуговых учреждениях массовых праздников тоже не будет. Новогодние корпоративные мероприятия, связанные с массовым пребыванием взрослых детей, традиционно новогодние елки и гуляния на базе учреждений культуры проводиться не будут. В театрах будут проходить спектакли на новогоднюю тематику, и рассадка зрителей осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, не более 50% загрузкой, и зрители рассаживаются в шахматном порядке с соблюдением матчного режима. Служба МЧС уже готовится к православному празднику Крещению Господню. Планируется организовать более 120 мест для купания и более 500 купелей, если не будет полного запрета. Екатерина Шиверова, Андрей Шоков, Республика. Зимняя рыбалка – занятие не для новичков. Здесь требуется крепкое здоровье и выносливость. Такая рыбалка несет и еще одну угрозу – можно провалиться под лед. Только за 2020 год на водоемах Чувашии произошло 33 происшествия, в результате которых утонули 30 человек, в том числе два ребенка. В основном трагедии происходят летом, но и зимой нужно быть осторожным на льду. Вот сколько мы работаем с рыбаками, постоянно проводим с ними профилактическую работу, раздаем листовки, памятки, но тем не менее. Большинство рыбаков почему-то игнорируют все это. Все думают, со мной этого не случится, может мне Бог поможет. Но тем не менее, видите, статистика – вещь упрямая, к сожалению, и показывает, что никто не застрахован. Для того, чтобы отдых не перерос в трагедию, необходимо соблюдать элементарную технику безопасности. Опытный рыбак Григорий Малышкин никогда не ходит на лед в темное время суток и всегда осматривает место ловли. Нет ли там полыньи? Он не боится брать с собой маленькую дочку. Как лед установился крепкий, безопасно уже можно перепрещаться, если левать сейчас. Довольно-то и так. Почти на каждую неделю бывает. Ну, прожить тем, как выходить на лед, мы, конечно, смотрим по состоянию, как окружающие люди тоже поступают, чтобы лед был безопасный, толщиной. Водолазы-спасатели не прекращают тренировок. Тренировочное погружение необходимо для поддержания работоспособности и готовности спасателей в любой момент погрузиться и произвести работу по извлечению техники из становших людей. Впереди каникулы и игры на льду, катание на коньках станут еще одной забавой. Уважаемые взрослые, пожалуйста, будьте внимательны, следите за своими детьми во время каникул, займите их нужными, вот спортом пусть занимаются. Если куда-то выходит гулять, пожалуйста, пусть их сопровождает более взрослые. А мы, в свою очередь, напоминаем, если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП на льду, срочно вызывайте спасателей. Номер 112 можно набрать с любого телефона, даже при отсутствии сим-карты. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Игорь Зверев, Республика. Традиционный конкурс «Чувашская красавица России-2020» в этом году прошел в онлайн-формате. Победительницей стала Анна Белеева из Канажского района. У конкурса богатая история. Каждый год он собирает со всей страны самых красивых, умных и талантливых девушек. На этот раз на титул претендовали 23 красавицы. Народное голосование проходило в группе Чувашского национального конгресса в социальной сети ВКонтакте. В состав жюри вошли известные деятели культуры. Участницы представили видеоматериалы. В них кулинарное искусство, собственное творчество. Жители и жюри отдали свои голоса за Анну Белееву. Конечно же, я не ожидала, что одержу победу. Самая интересная номинация в конкурсе – это было «Чувашское национальное блюдо». Я выбрала чогот, чувашский творожный сыр, и айран. По-чувашски уйран – это кисломолочный напиток. Меня бабуля научила, как все это делать. При подготовке к конкурсу мне помогали работники культуры, мама, папа, учителя, бабуля. Я им всем благодарна. Я очень рада, что заняла первое место в этом конкурсе. Екатерина Шиверова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости вторника. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова